Всем привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал Клиди в Норвегию. Не обращайте внимания на мою шапку, у нас сегодня плюс 13, тем более, что я приболела, поэтому решила уже не рисковать, шапка имеется. Что есть, то есть. Сегодня у нас будет очень интересное видео, я такие видео люблю, видео-рассуждалки, болталки по мотивам комментариев, которые я получила совсем недавно. Я прикреплю этот комментарий слева, чтобы вы могли ознакомиться, и я такие комментарии люблю, потому что на них я могу ответить, исходя из собственного опыта, опыта моих знакомых, а также, конечно же, полезла я в статистику, куда уже без нее в интересные статьи на эту тему. Тема «Менталитет и образ жизни в Норвегии». И сегодня я решила поговорить на тему «Семья по-норвежски». Именно мужчина и женщина, потому что ролики на тему «Детей у меня есть». Я, скорее всего, сделаю отдельный плейлист. Но тема «Мужчина-женщина в контексте семьи» очень интересная. По поводу особенностей браков у меня уже был ролик, я оставлю на него ссылку. Какая разница между сожительством и браком в плане законодательства. А сегодня мы поговорим именно на тему «Менталитета» и что принято в Норвегии. Какой здесь образ создания семьи, как люди съезжаются, какие особенности. Поехали! Начнем с того, что дети здесь с детства очень независимы. Здесь нет гиперопеки от родителей. И считается, что родители ничего не должны своим детям. И в ту же очередь дети тоже ничем не обязаны своим родителям. Вот это все из серии «Я на себя всю свою жизнь положила». Здесь не практикуется. Конечно же, бывают исключения. Но, как говорится, где их нет, мы говорим об общей картине. И часто по исполнению 18 лет многие норвежские отпрыски опускаются в свободное плавание. Снимают жилье. Затем, когда собирают первую износную ипотеку, покупают собственный дом либо квартиру. Норвежцы находятся в топе в мире по количеству собственного жилья на душу населения. Восемь человек из десяти владеют собственным жильем. 52% живут в частных домах. 28% в так называемых рядовых домах, реки-хюс, дома, стоящие в ряд. И 23% жителей Норвегии живут в блочных домах, то есть в квартирах. Также норвежцы находятся в топе в мире по количеству ремонтов своего жилья. Норвежцы очень часто ремонтируют свои владения. И это у них занимает много-много лет. Вообще считается, что чемпионами по количеству собственного жилья являются страны из-за пост-восточного блока. Потому что именно там после распада Советского Союза очень много государственных квартир было приватизировано. Поэтому в топе это Румыния, Литва, Венгрия, Словакия, другие страны. Но и Норвегия там тоже в этой пятерке. Она единственная из западных, натурально западных стран в этом списке. Вот такие вот норвежцы в этом плане очень выделяются на фоне остальных стран Западной Европы. Еще нашла результаты очень интересного опроса, что важно в жилье для жителей разных стран. Например, Дания. Датчане заинтересованы в зоне проживания, чем в самом жилье. Для них недвижимость, инвестиция и более важный фактор, чем само проживание. Далее, Финляндия. Сауна – важнейший критерий поиска на рынке недвижимости. И в сети. В большинстве домов есть сауна, также и в квартирах. Норвегия. Самое главное – быть собственником. Это социальная стигма – не иметь собственного жилья, когда тебе уже более 30 лет. Россия. Качество жилья – наиболее важный фактор. Немеблированная недвижимость пользуется большим спросом в объявлениях, потому что таким образом можно более детально рассмотреть качество жилья. Южная Африка. Нужен бассейн, охранная система и возможность закрытых ворот. Германия. Тут автомобиль считается более важным символом статуса, чем жилье. И все же, если говорить о жилье, то здесь очень популярна открытая планировка. США. Расположение – очень важно, а также, если поблизости, хорошие школы. И Австралия. Жилье – это символ статуса в некоторых больших городах, но чаще наличие яхты либо лодки – повод похвастаться. Вот такая вот интересная статистика. Обычно здесь съезжаются, не будучи законами мужем и женой, здесь практикуется так называемый самбурскап, либо по-русски сожительство. И люди, особенно те, которые нерелигиозные, потому что религиозные, конечно же, заключают узы брака намного чаще, и люди становятся мужем и женой уже попозже, когда, например, пожили какое-то время вместе, и у них появились дети. Тогда да, тогда уже празднуют свадьбы. Но даже будучи молодыми людьми, у которых не так много средств, норвежцы не живут с родителями. Это большая редкость. Если, например, в 1970 году примерно 27% норвежцев свыше 65 лет жили со своими детьми, то, начиная с 2000-х годов, этот процент снизился до 5. То есть только 5% норвежцев живут со своими родителями. И наоборот. Это произошло благодаря улучшению экономической ситуации, а также улучшению жилья. Считается, что жить со своими родителями, что обычно является практикой во многих странах Южной Европы, когда действительно очень многие молодые мужчины остаются маменькиными сынками, и из-за экономической ситуации и других моментов живут вместе с родителями и приводят туда свою пассию, либо уже жену. Нет, в Норвегии такое очень редко. И случается, конечно, сейчас я расскажу вам о некоторых примерах, но не в таком вот общем контексте норвежского общества. Это не норвежский менталитет. Здесь считается, что нельзя обременять с собой других людей, даже членов семьи. Надо уважать границы. А, конечно же, когда вы все вместе живете, то границы уважать никак не получится. Это невозможно. Какие я знаю истории? Обычно, конечно же, такие норвежцы, которые по разным причинам живут с родителями, но они не живут, в нашем понимании, вместе. Все-таки там есть какие-то ограничения, например, мой этаж, твой этаж. Но обычно, конечно же, эти норвежцы норвежку себе не найдут. Поэтому они женятся на иностранках, которые согласны на такие условия, например, они к этому привыкли с детства. Обычно это, конечно же, женщины из Азии, но и не только. Есть у меня такие примеры. Я помню, были у меня такие соседи раньше. И там как раз-таки жена из Таиланда рассказывала, что да, они живут со свекрами. Это очень тяжело в доме свекров, потому что ее супруг, как он объяснил, раньше был в отношениях, и свой предыдущий дом отдал жене, не знаю, по каким причинам. А сейчас, поскольку он работает, у него непостоянный доход, он продавал автомобили, то взять ипотеку он не в состоянии. Как он ей сообщил, что если ты хочешь свой дом, свою квартиру, отдельное жилье от наших, от его родителей, то уж, пожалуйста, будет добра, найди постоянную работу и возьми ипотеку. Вот какой хитрый был жук. Но там были свои нюансы, я не буду вдаваться в подробности, все-таки это чужая личная жизнь. То есть там было очень много причин, возможно, почему так все произошло. И другая история, уже повеселее. Там мужчина около 40 лет снимает цокольный этаж у своих родителей. То есть родители обеспеченные, тоже сельская местность. И цокольный этаж всем оборудован, кухня, все отдельный вход. Жена у него из Азии. И, конечно же, хотят они и свое жилье, но пока нет средств на ипотеку. Ну и, конечно же, жить со свекрами все время, какие бы они хорошие ни были, тоже сомнительное удовольствие. Но при всем при этом, такой момент, такой чисто норвежский, суббога норвежский, мне кажется, я о нем когда-то давным-давно рассказывала в одном из роликов, это то, что несмотря на то, что норвежцы не хотят жить под одной крышей со своими родителями, и родители, конечно же, тоже хотят свою личную жизнь, часто в сельской местности норвежцы стараются селиться, покупать дома возле своих родителей. Нередки ситуации, когда дома родителей, а рядом живет их дочь, либо сын, либо еще через один дом другой родственник. Им так удобно, потому что вроде бы все живут и отдельно, но в то же время можно получить быструю помощь, например, присмотр за внуками, да, и родителям тоже веселее, полюбопытствовать, что там происходит в молодой семье рядом. И обычно-то, кстати, сыновья так вот селятся, ну, а невесткам приходится наблюдать любопытную всю кровь, которая иногда заглядывает в их окна. Любопытство, как говорится, не порог. Ну, а что же с теми норвежцами, которые нашли свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, когда за плечами есть багаж, есть прошлые браки, дети, жилье, как они съезжаются. Тут нет одного сценария, у всех по-разному. Кто-то, например, так и не съезжается, они живут в своих квартирах, домах и периодически встречаются. Такой гостевой брак. Но, например, часто и съезжаются. В таком случае они договариваются, например, женщина либо мужчина сдаёт, либо продаёт своё предыдущее жильё и уже переезжает к партнёру. Либо, как вариант, они оба продают своё жильё и покупают новое совместно. Тут, я говорю, нет одного сценария. И, конечно же, надо быть очень подкованным юридически, чтобы не вляпаться. Часто взрослые люди заключают брачный контракт, чтобы уже знать, что ожидать. Особенно, если это сожители, а не муж и жена. Потому что в этом случае надо обязательно вписываться, то есть покупать свою долю в доме, чтобы потом не остаться на бабах. Потому что очень частые истории, когда женщины покупали занавески, всё для интерьера, а потом оказывались с носом при разделе имущества. Об этом я упоминала в другом своём ролике, на который я дам ссылку. Ушки на макушке должны быть всегда. По поводу прописки. Здесь есть регистрация по адресу, которую вы осуществляете самостоятельно, когда заносите новые данные и адрес в так называемый фольгерегистр. И это делается практически мгновенно. И вам быстро меняют адрес. Однако, если вы меняете адрес не санкционированно, то владелец жилья может опротестовать, и вам этот адрес не запишут. Такого, что если тебя прописали по адресу, то уже выписать не могут, в Норвегии не существует. Всех могут выписать в обязательном порядке. И на все четыре стороны. И пример по поводу важности прописки. В Норвегии, несмотря на то, что большинство населения живет по стандарту, дом, дети, собака, есть и альтернативные семьи, как, например, пара Ида Юхансен и Александр Нёклеби. Они живут в доме на колесах и путешествуют из места в место уже более двух лет. У этой пары ранее было хорошее образование, работа, квартира. Пока они не осознали, что работа забирает все их время и питаются они одним лишь фастфудом. Так в чем же смысл? Пара продала квартиру, купила хибель для сдачи студентам, это их основной доход, а также дом на колесах и получила свободу. Проблема оказалась в том, что когда они поинтересовались в фолькерегистр, как же их теперь зарегистрировать, то было предложено только такое понятие, как то есть без места жительства. Это очень усложняет жизнь Норвегии, ты не сможешь заказать страховку либо телефонный абонемент, поэтому они прописались все же у родителей. И с такой пропиской продолжают свое свободное существование. Почему вообще считается, что норвежцы такие любители своего жилья? Действительно это так. Считается среди норвежцев, что если тебе больше 30 лет, то у тебя нет собственного жилья, то есть ты, по крайней мере, не являешься владельцем, то ты неудачник. Да, есть такое мнение, потому что все-таки у норвежцев, видимо, из-за того, что урбанизация в Норвегию пришла намного позже, чем в другие страны, и в душе норвежцы все еще фермеры, так называемые бендах, хозяйственники, у которых должно быть свое, и это чувствуется и в современной Норвегии. И еще один такой момент, потому что в Норвегии, по идее, владеть своим жильем выгоднее, чем снимать, и не только из-за того, что ты вкладываешь деньги все-таки в свое жилье, когда ты платишь ипотеку, но еще и потому, что тебе дают послабление в налогах, небольшое, но все же, а тем, кто арендует, никаких послаблений нет. То есть пока еще все-таки выгодно вкладывать деньги в свое жилье. И еще такой момент, в Норвегии, по сравнению с теми же самыми соседними странами, например, Дании и Швеции, не такой профессиональный рынок сдачи жилья, то есть в принципе съемщики квартир в довольно невыгодном ситуации, очень зависит от хозяев квартир, поэтому да, в Норвегии людям пока выгоднее покупать жилье, а не снимать. Ну, практика покажет, как будет далее, потому что из-за того, что норвежцы настолько озабочены покупкой собственного жилья, то при том, что они в топе по количеству одного, они также в топе и по частому долгу и готовы пойти на все, лишь бы владеть своим домом, квартирой и залезают действительно в непомерные для них заемы банки. Но на фоне того, что в последние годы цены растут на все и процентная ставка банку, и само жилье растет в цене, и другие траты только повышаются, а зарплата так не растет, как цены на все кругом, то, конечно же, современным норвежцам сейчас намного сложнее покупать свое жилье, особенно молодежи, потому что пенсионеры пока еще в шоколаде, и поэтому им, как говорится, не понять проблемы современных, например, норвежцам, которым около 30, которым надо и накопить, и платить потом банку, еще тратиться на все окружающее, особенно если у них есть дети. От пальмы перемещаемся к виду на фьорд, вид фантастически прекрасный, и сейчас остановимся еще на таком пункте, довольно интересном, как разница в возрасте. Согласно ТОСИ, в статистике разница между мужчиной и женщиной, то есть в гетеросексуальных отношениях в Норвегии примерно два с половиной года, то есть тех, которые являются партнерами, и считается, что это самая комфортная разница в возрасте, и она, кстати, сохраняется еще с 80-х годов. Считается, что когда у людей не такая большая разница в возрасте, то есть не более двух с половиной лет, и, кстати, чем выше разница, тем больше шансов разойтись в будущем, считается, что такая вот разница в возрасте небольшая, улучшает отношения между партнерами, они легче переносят кризисы, например, те же самые экономические, и, как я сказала уже ранее, меньше риск расставания. В то время как у партнеров, у которых разница в возрасте уже выше 6 лет, обычно у женщины хуже экономическая ситуация и ниже уровень образования. И в этом плане они, конечно же, более зависимы от взрослого мужчины. В Норвегии большая редкость встретить такие вот неравные браки, в нашем понимании, когда между мужчиной и женщиной например разница в возрасте 20 лет, это большая редкость. Обычно это случается, конечно же, у селебритис. И как вам пример приведу, это уже такие, знаете, селебритис, которые давно в Скандинавии не живут. Но вы помните, был такой актер Дольф Лунгрен. Я помню, он мне очень нравился в молодости. Ну, не в моей молодости, а в его молодости, в фильмах. Так вот, этот актер, швед, давно уже, конечно же, живущий в Голливуде, нашел себе возлюбленную, норвежку, кстати, по имени Эмма Кругдаль, которая его младше на 39 лет. Представляете? Это даже не 20, 39 лет. И они собираются считаться браком, то есть он ей сделал предложение, все еще не ожидают. Но и тут, понимаете, такая разница в возрасте. Она же уже работала в Голливуде, то есть она переехала и была до этого в браке тоже с мужчиной намного старше себя. То есть у нее уже такая сформированная потребность во взрослом мужчине, который, возможно, ей дает какие-то за это бонусы либо плюшки, согласитесь. Это не совсем стандартная ситуация, особенно, когда люди уехали из той же самой Скандинавии, видимо, на это у них были причины. Их мировоззрение отличается от стандартно-скандинавского. Но интересный факт, что все-таки плюс у взрослых мужчин есть по сравнению с одногодками в партнерстве, это то, что если у них более молодая партнерша, то есть, например, разница более 10 лет, то они дольше живут. Вот какой интересный факт. Но это не касается женщин. То есть если женщина старше, она, наоборот, умирает раньше, чем бы, если бы у нее был партнер-одногодка. С чем это связано, считается, что у женщин изначально есть инстинкт заботы, поэтому у них нет потребности в энергии от более молодого партнера. А мужчины эту энергию берут. Вот, кстати, что-то в этом есть, потому что моя бабушка была старше моего дедушки на 8 лет и на всю жизнь возле него порхала, заботилась, умерла, конечно же, раньше. А он еще жил довольно долго без нее. Сейчас у меня с мужем разница почти в 2 года, то есть я его старше почти на 2 года. Но посмотрим, сколько я проживу. Уже волнуюсь. Я шучу, конечно. На этой ноте я заканчиваю свое повествование. Надеюсь, было интересно, что Маглату рассказала. Конечно же, не все, но кое-что. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok